Обзор по паре доллар-иена, часовой график. За последние 4 торговые сессии можно наблюдать достаточно активное ослабление американского доллара на данном рынке. Так, по итогам вчерашней торговой сессии, точнее ее азиатской части, была достигнута поддержка 102.55. Чуть позже, в окончании азиатской сессии, в начале европейской вчерашней сессии, были публикованы новые данные по вопросам населения касательно поддержки кандидатов в президенты, по которым Хиллари Клинтон опережает своего соперника на 2% пункта. Это привело к позитиву участников рынка, после чего можно было увидеть первое коррекционное движение после падения до сопротивления 103.30. На данный момент также стоит отметить, что опубликованные данные по индексу деловой активности в сфере услуг Соединенных Штатов Америки привели к ослаблению доллара, но непродолжительному и уже в конце вчерашней американской сессии, в начале сегодняшней азиатской сессии, можно было наблюдать вновь приближение котировок к данному сопротивлению 103.30. Также можем заметить формирование разворотной фигуры двойного дна, что в перспективе может привести к пробитию данного сопротивления и выходу с закреплением. В данном случае будут рекомендованы заключения сделок на покупку с дальнейшей фиксацией у сопротивления 104, совпадающей с линией 50% по Фибоначчи. Стоит также напомнить, что сегодня в 14.30 будут опубликованы данные по занятости вне сельскохозяйственного сектора Соединенных Штатов Америки. В случае, если данные выйдут слабее ожидаемых 175 тысяч, не исключено продолжение нисходящей тенденции на данном рынке. В данном случае будут рекомендованы заключать сделки на продажу от данного сопротивления с дальнейшей фиксацией у минимума прошлой сессии 102.55. Будущее движение в основном будут определены новыми данными из предвыборной гонки Соединенных Штатов Америки, а также данными с рынка труда Соединенных Штатов. Продолжение следует...